здравствуйте друзья здесь демитков юрий своих видео я рассказываю о том что люди надо создавать источники пассивного дохода и я говорю что для того чтобы их создавать нужно откладывать денежки надо чтобы их было много надо больше зарабатывать и я рассказываю про множественные источники дохода и вот сейчас я наверное готов поделиться своими источниками дохода которые я создал для себя все это было в развитии поэтому какие-то источники я находил и соответственно применял их к себе пытался по крайней мере и об этом я рассказываю как у меня получилось с чего все началось я занимался очень долго полиграфией вот и полиграфия мне приносила какие-то деньги я жил припеваючи в общем сказать ну как в принципе мне хватало этих денег для того чтобы жить и я нормально существовал у меня как бы я сделал так что бизнес приносил мне в районе двух тысяч евро я решил что-то нормально когда-то и трудился но я замечал что за те же самые деньги чем дальше тем больше мне приходится трудиться за те же самые деньги и мне приходилось все больше и больше работать а годы шли пока однажды мне не схватило сердце а этому моменту мне уже приходилось достаточно много наяривать так скажем вот поэтому да и доходы резко сократились потому что там то повышалась арендная плата то значит там налоги какие-то увеличивались потом кризисы были падала у меня реализация поэтому были периоды когда ну совсем кисло было то есть мне я когда создавал полиграфию я всегда создавал ее самого начала предполагал что она станет источником пассивного дохода то есть я хотел сделать фирму которая будет работать самостоятельно без меня то есть я поставил там каких-то руководителей производства руководитель там отдела продаж и так далее а сам занимал занимался финансами грубо говоря вот но когда стало худо когда стали сокращаться объем заказов связи с кризисом там клиенты начали считать деньги соответственно говорят давай давай снижай конкуренты стали снижать цены мне пришлось те структуры которые работают за меня значит их сокращать и самому брать на себя вот эту вот работу то есть мне приходилось уже работать самому а это было крайне неприятно и концепция нарушалась то есть пассивный доход уже ну не было надежды на то что полиграфия станет пассивным доходом я сильно приуныл и перестал ее развивать поэтому ну вот до сих пор она идет на самом деле ну приносит там какие-то деньги ну пусть будет это 40 тысяч пока в месяц вот какие-то деньги она все еще дает но все меньше и меньше надо сказать поэтому как бы вот так и я никогда не проходил мимо любых как бы источников дополнительного дохода и однажды ко мне пришел мой знакомый сказал что слушай вот такая штука там амвэй короче говоря это вот ну наверное все знают что такое амвэй вот меня не несколько раз туда дважды пытались тащить но на второй раз я включился почему я попробовал эти продукты значит и компании амвэй они хорошие и честно говоря я покупал их для себя но значит там на работе все девчонки работают я им предложил значит там тут тут всем ну это были в общем-то совсем было несколько раз это ну принципе окупалась и ладно но амвэй пока позволил мне познакомиться с сетевым маркетингом как бы с принципом сетевого маркетинга сейчас у меня амвэй это ноль вот еще когда я занимался полиграфии разные корпоративные финансы значит я там на этом немного зарабатывал я не хочу об этом распространяться вот это такие чисто мои штуки об этом нельзя говорить публично короче вот и когда я понял что я не смогу дальше заниматься полиграфии когда у меня сердце жахнуло я понял что надо создавать источники пассивного дохода и вот это вот австрийская компания социально накопительную программу я для себя открыл потом когда я решил открыть для жены такую же социально накопительную программу то мне сказали слушай если ты станешь сотрудником компании сейф инвест которая является как бы ну посредником в этом деле то ты сможешь получать и комиссионные за это дело и если ты будешь предлагать кому-то еще то ты сможешь получать комиссионные за кого-то и таким образом ты сможешь зарабатывать деньги вот и вы знаете это компания она ну может быть стала переломной на самом деле потому что вот тут когда и мне жахнуло по башке и я понял что надо создавать источники пассивного дохода что надо накапливать деньги не те которые я накапливал всегда там 50 100 ну максимум 200 тысяч рублей а надо иметь запас намного больше хотя бы шесть миллионов это сильно больше чем 200 тысяч согласитесь которые максимум которые у меня были раньше я понял что масштабы задачи которые передо мной стоят и я понял что все люди так живут и я не столько ради комиссионных сколько я начал рассказывать людям люди слушать и что вы делаете мы же все идем к нищете вот в чем дело меня вот это потрясло что все те кто меня окружал все окружающие люди они шли прямиком к нищете и я рассказываю слушайте вот откройте программу накопите деньги себе и вы будете иметь но какой-то дополнительный доход потому что иначе вы останетесь с пенсии которая будет составлять сколько там 10 тысяч рублей в нищету вы идете люди не идите в нищету но и там же комиссионные да конечно так там комиссионные вот но комиссионные я воспринимал как благодарность за то что как бы я еще одному человеку помог стать на путь истинный как бы вот так и и там тоже есть сетевой маркетинг тоже вот система своя я не расскажу позже в других видео вот но именно вот это вот было толчком на самом деле работа в этой компании потому что там нужно было встречаться с людьми нужно преодолеть этот барьер я всегда был ну такой вот может быть интроверт мне пришлось преодолеть барьер мне пришлось встречаться с людьми рассказывать объяснять им объяснять 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 но люди не шли у меня ничего не получалось люди не хотели становиться богатыми и у меня может быть такая вот черта хорошая она или плохая я не могу давить на людей не горит слушай вот ну блин ты же понимаешь что это нужно да понимаю ты должен надавить ты должен втащить буквально силой я грань сила я никого не если человек не хочет быть счастливым то я его не могу заставить быть счастливым могу только объяснять вот и на этой почве ну были трения меня заставляли давай встречайся встречайся один раз два за пять раз встречайся это не буду я ну блин люди уже говорят что если ты будешь об этих страховках то в общем давай не будем об этом встречаться но я думал что я наверное что-то не так говорю я обучался я ездил на тренинги это мне очень-очень много дало на самом деле денег мне это не принесло в общем сказать там скорее убытки были потому что все эти тренинги были платные вот но я до сих пор считаю что это было ну хорошим решением потому что ну во первых у меня лично мои например финансы от этого не пострадали потому что они лежат в австрии они там накапливаются они в твердой валюте еще и растут потому что у меня там ну евро вид на меня евро вид на жену они там остались я их ни при каких условиях как бы мне не было сложно не извлекал оттуда вот поэтому ну вот это вот хорошая школа но честно говоря то есть она мне дала какие-то деньги там но за все время там может быть тысячу долларов вот может быть чуть больше но это за все время это за где-то шесть лет но в развитии она дала мне очень-очень много и когда я начал ругаться значит вот я не буду встречаться если люди не хотят то не надо и что такое встреча но они мне как говорят ну ты поговорил с человеком сказать заключил как бы помог ему открыть программу вот эту получил там сто где-то долларов за одну беседу всего ну это здорово конечно здорово да но не получается не получается ни за одну беседу ни за две не за три а для того чтобы встретиться нужно побеседовать это каждая беседа час-два занимает и как правило результатов никаких чтобы был результат нужно встречаться как минимум пять раз то есть получалось не очень хорошо и не очень эффективно и я сказал слушайте надо использовать для этого интернет я сказал что надо использовать для этого интернет мне говорят нет нужно только личные встречи на самом деле я тогда разругался сказал что все ах так значит вы меня не хотите поддерживать они меня действительно не хотели поддерживать мне говорили что я увожу компанию в сторону поэтому я соответственно сказал ну я тогда буду развивать youtube потому что потому что я буду объяснять на ю тубе людям что надо создавать пассивный доход вот это вот точно надо это прямо для меня была миссия буквально и я стал создавать канал youtube я я снимал видео я говорил что слушайте ну чем человеку рассказывать каждому человеку повторять одно и то же сказать 200 раз лучше я сниму один раз видео на ю тубе размещу его и это видео увидит могут увидеть тысячи человек потому что я смогу заплатить за рекламу и все и например если я плачу за рекламу тысячи рублей всего то это видео будет 1000 просмотров обеспечено из 1000 просмотров один человек приобрел программу будет представляете 100 долларов это 7 тысяч рублей там но уже хорошо вот поэтому ну как бы я говорил что я буду этим заниматься но в общем сказать я снимал видео на разные темы и количество подписчиков постепенно начало расти да а денег у меня было мало и мне приходилось очень-очень много трудиться вот и я очень много ездил на машине потому что мне пришлось на полиграфии уволить например так сказать но начальника сказать там по производству я взял ее функции на себя уволился водитель я взял функции водителя на себя я очень много ездил и там за материалами за расходниками за бумагой и так далее и мне пришла в голову идея что а почему бы для моих коллег которые тоже полиграфисты мы с ними в хороших отношениях всегда были почему бы для них не привозить на какие-то материалы значит соответственно тоже и я решил что ну за адрес я буду брать там сначала я брал 500 рублей потом за тысячу тысяч рублей за адрес то есть я буквально как водитель подрабатывал и я очень много ездил то есть я наезжал там в месяц там до 10 тысяч километров там ну 7 тысяч точно 6 7 тысяч где-то километров в месяц я наезжал соответственно ну там какие-то денежки я брал с них за доставку вот и на бензин огромные расходы были поэтому я начал ну на бензине экономить на самом деле я стал взял вот эти вот скидочные карты газпромтами так далее так далее там они накапливали баллы и позволяли мне ну раз в месяц по крайней мере немножечко заправиться во первых а вторых тиньков давал кэшбэк и он стал давать повышенный кэшбэк на бензин как-то и я увидел что деньги там получаются достаточно большие то есть они как бы с неба я все равно езжу а деньги падают деньги падают поэтому значит ну вот на транспорте я зарабатывал там скажем ну две-три тысячи в месяц там сказать это ну как бы мимоходом ну не то что мимоходом то есть кому-то надо да я зарабатывал потому что больше я уже не помню вот и на кэшбэке я зарабатывал тоже где-то полторы тысячи просто кэшбэк за счет кэшбэк на бензине во-первых во вторых еще бесплатно заправлялся там уже получилось три тысячи то есть если там скажем три тысячи в месяц на транспорте и три тысячи на кэшбэке то это уже шесть тысяч в месяц но мне возвращалась из тех расходов которые раньше тратил я понял что кэшбэк это хорошо вот и тут да вот еще тинькофф то есть я увидел что тинькофф блин вообще так здорово вот и тинькофф начал акцию приведи друга вот эту вот я начал советовать людям тинькофф приведи друга 300 рублей каждый человек у меня все знакомые карты тинькофф открыли по 300 рублей я с каждого тинькофф мне заплатил за каждого это очень классный продукт действительно мне нравится тинькофф я всем рассказывал и но сейф инвест подразумевал например откладывание в австрийскую компанию тысячу долларов в год а здесь ничего не надо откладывать просто ты получаешь сразу и 300 рублей получаешь сразу то есть ничего не откладываешь поэтому мне это очень очень нравилось вот и но цифру вот я тут могу значит там какие-то привести вот ну они абсолютно приблизительные то есть это вот плавающих бывает так бывает больше бывает меньше вы понимаете да сейчас я еще вот здесь бензин в виду у меня полу стал получаться как доход тоже где-то вот бензин ну еще где-то там 1500 то есть я один раз в два месяца заправлялся или два раза в три месяца вот так где-то в полтора месяца один раз заправлялся бесплатно ну где-то вот так вот я оценивал вот и тинькофф приведи друга я стал рассказывать а у меня уже был youtube канал он развивался и я в youtube канале вставил сказать там вы видите под каждым моим видео тинькофф приведи друга 300 рублей получаю я за каждого друга 300 рублей получает человек который открыл карту тинькофф и и мне не стыдно потому что ну то что я говорю карта очень хорошая действительно люди получают много плюсов по сравнению со сбербанком я перевожу просто людей из сбербанков тинькофф вот и вот это вот акция стала давать мне ну до трех тысяч рублей в месяц вот очень хорошо но когда у меня стала появляться вот эти вот всякие клиенты ну и дальше так как я на кэшбэках в общем сказать очень здорово мне нравилось что это кэшбэки значит тут появилась компания win-win people capital которая давала кэшбэк на покупки в интернете и там тоже сетевой маркетинг очень интересный я решил туда значит как бы но мне это понравилось на самом деле идея и кэшбэк платформы и там есть возможность тоже получения пассивного дохода как только я вижу что есть возможность получения пассивного дохода то блин мне это сразу как красная тряпка вот соответственно то есть там можно стать ну можно такой статус когда я получаю сказать не только кэшбэк от своих покупок там до семи процентов но я получаю еще и пять процентов от того кэшбэка получая которые получают люди которые зарегистрировались подо мной вот в чем дело и так там четыре уровня то есть я посчитал что очень быстро ну скажем две тысячи человек можно набрать которые будут зарегистрированы подо мной если люди покупают но все люди покупают авиабилеты все люди и иногда в букинге значит там но отдыхают через букинг снимают отели очень много сейчас покупают одежду через интернет и все это развивается и я буду получать вот эти вот пассивный доход я посчитал что если у меня будет подо мной четыреста человек то пассивный доход составит еще там пару тысяч рублей вот и я это очень активно продвигал ну вот я там все деньги которые вложил я вернул вот но к сожалению люди через интернет покупают очень мало как оказалось то есть это надо всегда поддерживать то есть у меня здесь получается ну где-то ну максимум 200 рублей в месяц но это деньги тоже вот и биржа я вкладывал инвестиции я как я говорю что я понял что надо инвестировать надо инвестировать фондовый рынок ну хотя бы 6 миллионов хотя бы 10 миллионов их надо накапливать и я инвестировал сколько мог там сначала это было пятьдесят тысяч там сто двести тысяч триста вот у меня были очень тяжелые периоды когда ничего не удавалось откладывать потом становилось легче я откладывал ну и какие-то деньги там это приносило я их не снимал никогда поэтому ну я могу здесь написать там ну скажем там четыре тысячи вот но и я их не снимал потому что они всегда откладывались там потому что там очень мало денег до сих пор еще там в районе ну там до миллиона доходило иногда там меньше миллиона поэтому очень мало денег и они очень мало сейчас пока приносят там извлекать ничего оттуда но они есть и они увеличиваются вот и когда я на бирже значит там и сам туда и начинаю торговать на бирже я достаточно большой опыт приобрел и я решил что я буду опять же через youtube советовать людям идти на фондовый рынок потому что действительно фондовом рынке получается накапливать намного лучше чем на депозитах нам много лучше депозит это первый источник пассивного дохода а на бирже пассивный доход вот бескровно абсолютно можно получить в два-три раза выше чем от депозита поэтому я стал рекомендовать людям через свой канал youtube вот открытие и открытие я думаю вот после того как я у тинькова узнал акцию при виде друга я пришел туда говорю слушайте а если я кому-то порекомендую открытие и люди начнут у вас есть какая-то программа вознаграждение так далее они сказали да есть я заключил с ними агентский договор и они платят там 20 процентов от комиссии сейчас брокерской которые собирают вот это но с человека там копеек 40 вот на самом деле но может быть 60 в месяц я получаю от человека который смешные деньги да но если этих человек будет скажем тысяча то сорок копеек на тысячу получается 4 тысячи рублей уже ничего да ну на самом деле там люди которые привлекаются там да есть и по четыре копейки я получаю с человека но есть и те с которых побольше получаю но сумма доходит там ну скажем до ста тысяч рублей вот и постепенно это стало основным источником дохода вот и биржа для чайников я понял что люди то не умеют торговать и я в этом деле накопил огромный опыт я решил создать вот этот курс биржи для чайников вот который в общем сказать я начал продвигать я провел уже шесть потоков живых курса биржи для чайника я вижу что это получается я вижу что это работает я вижу что люди благодарны я вижу что люди начинают торговать и мне очень-очень приятно что люди становятся инвесторами и вот это вот начало продвигать людей мне это прям вот очень сильно очень сильно воодушевило и и в общем я с энтузиазмом это делал вот ну и в результате за год я заработал где-то вот на этой бирже для чайников ну скажем так миллион 300 тысяч вот ну то есть соответственно еще 100 тысяч в месяц в среднем вот получается вот ну дальше уже на восьмое марта вот одна знакомая мне позвонила предложила компанию вот этот парфюмер на вот духи я хотел просто духи для жены купить на самом деле но я подключился к этой компании и снял там пару видео насчет парфюма и но пока это не приносит никаких прибыли ну скажем ну тысячи рублей да нет вряд ли очень сказать пока ничего вот пусть будет 100 вот и когда мой канал начал развиваться мне уже начали буквально звонить и там уже в очередь стоять давай нас порекламируй давай нас порекламируй на своем канале но здесь я очень избирательно подхожу я говорю что я готов рекламировать конечно кого-то какие-то компании но но вы видите что перед каждым моим видео в каждом моем видео есть реклама но эту рекламу вставляет сам канал youtube сам канал youtube а я к ней не имею отношения но я значит монетизация канала называется так вот у меня сейчас 36 тысяч подписчиков и при этом но в районе на 300 долларов доход стабильно дает мне youtube он бывает больше бывает меньше там доходило до 500 падала до 200 вот но где-то в районе 300 долларов при 30 тысячах подписчиков это соответственно плюс 300 умножаем на 64 вот так вот вот ну соответственно реклама на канале я имею ввиду прямая реклама то есть люди хотят чтобы я их рекламировал напрямую но они мне дают техническое задание и в общем сказать мне это не очень нравится когда мною манипулирует ты не то говоришь ты не это говоришь я горюду пошли вы нафиг вот например да или например говорят давай компанию форекс рекламировать их очень много компаний форекс которые хотят чтобы я про них что-то хорошее сказал но не могу я ничего сказать хорошего про форекс вот язык не поворачивается потом была микрофинансовая организация я говорю нет ну это зло микрофинансы это кредит не соответствует то есть я говорю что люди я буду рассказывать о ваших компаниях если они соответствуют тематике моего канала ну пока с этим делом не очень то есть был только один опыт с московским кредитным банком и мне он не очень понравился вот ну в общем сказать ну предположим 100 рублей за рекламу я беру это прямая реклама ну это не 100 рублей это соответственно там 5-10 тысяч рублей за раз но это было всего один раз вот что еще то собственно говоря все вот сумма плавающая надо сказать что она нестабильна вот бывает больше бывает меньше вы же понимаете вот поэтому поэтому вот так ну кое-что иногда все таки вот получается вот бывает больше бывает меньше много это или мало я не знаю вы видите вот на самом деле это мало бывает больше бывает больше на бирже например да и вот эти все статей расхода это вот ручейки до множественные источники дохода они разные и бывает так что один значит и сяк там до этого транспортом или полиграфия да но зато другую увеличивается вот значит там я не продал биржу для чайников на бирже заработал там 150 тысяч тоже хорошо вот а в другой месяц на бирже я не заработал ничего или пролетел там ночь например да не зато бирже для чайников продалась или что-то еще и когда вот этих источников все-таки много это ребята это кайф когда ты уже начинаешь жить у тебя уже есть фактически пассивный доход вот это здорово на самом деле и что важно это надо развивать вот ну а о том как я стал видеоблогером я расскажу еще в одном видео на сегодня все спасибо за внимание с вами был Денис Павел